День пожарной службы – это профессийное свято людей, которые от самого своего здоровья, от часа и жизни, что день ратуют от пожаров людей, моего мастера и природы. Разделять свято с насильством – добрая традиция областного управления МНС. Все лето, уличывающая юбилейную дату, его вы решили сделать, как никогда масштабным. На площади Ленина разгорнулася выстава аварийно-воротовальной техники и обсталявания. Тут и раритетные экземпляры, и действенные устройства. Дальше, техничный арсенал областного управления МНС дозволяя выполнять самые складанные задачи. У подтверждения – высокая оценка от замежных коллег. Серьезная техника, которая дает пожарным Беларуси быстро и оперативно реагировать на те вызовы, которые подкидывают как техногенная ситуация, как природные катаклизмы. Это очень радует, и мне очень приятно, что пожарные, белорусские МЧСники могут быстро и оперативно ликвидируют какую-то ситуацию, которая возникла. Сегодня супрацовнество с украинскими вратовальниками наладжено на высокем узроне. Особливо, что тышится мониторингу ситуации у Чернобыльской зоны. Однако, как ведомо, не о маме жить для досконалости. Сейчас мы разрабатываем международный грант вместе с Гомельской областью. В Чернобыльской зоне мы планируем установить несколько вышек, которые будут мониторить ситуацию и дистанционно передавать эту информацию, что позволит нам быстро выявлять и реагировать на те пожары, которые возникают в Гомельской и в Киевской области. Одразу некольки святочных пляцовок денежили у Центральным парку. Разнастайные выставы, фотозоны, квест-гульни и конкурсы. Самой ведомочной часткой программы стала водная феерия, которая проходила некольки разов на протягу дня на набережной Ракисош. На организованных пляцовках можно было доведаться про историю развития пожарной службы, а так само попробовать себе у роли соправданного вратовальника. Особливо сподобался подобный аттракцион детям. Их то ведая, мог чему в будущем гэтую форму я не примерать еще не раз. Ты сам бы хотел стать пожарным, когда вырастешь? Хочу, потому что я хочу спасать жизнь других людей. Шматлюдные коля летние эстрады Центрального парка со сцены гучать проникненные музычные композиции про нелегкую и тяжкую працу пожарного. Для ветеранов, яких узнагородживают подчас концерта, боротьба за огнем уминулым, однако активный образ життя по-ранейшему ведут многие. Проводимая у регионе профилактичная работа у Тымлику и их заслуга. Мы ветераны, члены Республиканской общественной организации «Спасатель». Продолжаем оказывать помощь посильную действующим сегодня подразделениям. Занимаемся работой с подрастающим поколением в подшефной школе, с лицеем других школ. От лица ветеранов пожарной службы, я хочу поздравить всех своих коллег, прошлых, настоящих, будущих. А пожелать, я хотел бы здоровья, счастья, успехов и сухих рукавов. Дмитрий Котов, Андрей Иванов, телерадиокомпания «Гомель». Продолжаем.